Девушки отдыхают Продолжаем форматно-стальгических трансляций. Сегодня речь пойдет по радиостанции «Голос Россия». Мы с вами заглянем в страницы ее истории, а также вспомним последние годы жизни старейшего радиовещателя России. Сегодняшний разговор в большей степени посвящен трансляциям радиостанции на русском языке. Радиостанция «Голос Россия» вещала на зарубежные страны, обладая самопытной аудиторией 109 миллионов человек. Входила в пятерку самых слушаемых станций мира. Дебютировала в эфире 29 октября 1929 года. Перед радиостанцией ставилась задача ознакомить мировое сообщество с жизнью России, информировать по подходам российского государства к важнейшим международным событиям, вести диалог с отечественниками за рубежом, содействовать популяризации русского языка и культуры. «Голос Россия» вещал более чем на 30 языках мира. Для вещаний задействовались диапазоны длинных, средних и коротких лун, а также локальные темпередатчики. Имелось и цифровое вещание, в том числе коротковолновые трансляции в формате ТРМ. Самые первые программы московского радио вышли в эфир на немецком языке. В том же году добавились французский и английский. Московское радио стало первым в мире международным радиовещателем. Второе международное радио BBC возникло лишь спустя три года, а было с Америки в феврале 1942 года. В 1930 году передачи московского радио на немецком, французском и английском языках стали ежедневными. В программе появились литературные передачи, в которых принимали участие известные деятели культуры, владевшие иностранными языками. В тот же период начались первые трансляции опер из Большого театра. Пояснительный текст ведущий читал прямо из ложи. Все передачи, как правило, шли в прямом эфире, поскольку качество записи в те годы оставалось крайне низким. По причине резкого обострения международной обстановки, а также с началом Второй мировой войны, возникла необходимость развертывания информационной работы, направленной на русскоязычное население за пределами Советского Союза.